Всем привет! В эфире «Универ Ньюз». В студии я, Адель Шамилова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. Состоялось присвоение звания почетного доктора Казанского федерального университета. В КФУ прошло пленарное заседание Международной научно-образовательной конференции «Садыковские чтения». Мобильное приложение «Площадка» от выпускника КФУ. В Казанском государственном архитектурно-строительном университете открылась стратегическая сессия Общероссийского народного фронта, результатом которой должно стать принятие документа о государственной архитектурной политике Республики Татарстан. Напомним, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан является Ильшат Гафуров, первый круглый стол стратегической сессии ОНФ в КГСУ, посвященный стойко-культурной идентичности городов и объектам культурного наследия в жизни современного города. Эксперты обсудили развитие и поддержание уже благоустроенных территорий и генеральные планы городов Татарстана. А теперь к другим новостям. В Казанском университете прошло расширенное заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, а также было присвоено звание почетного доктора Казанского университета профессора университета Ростока Кристофу Шику. Все подробности смотрите в следующем сюжете. 14 ноября состоялось расширенное заседание ученого совета КФУ под председательством ректора Ильшата Гафурова. Знаковым моментом встречи стало представление ректором КФУ ключевых итогов деятельности университета за последние пять лет. Большое внимание в эти годы было уделено масштабной модернизации инфраструктуры университета. Так, Химический институт имени Бутлерова получил дополнительные площади. В структуре ВУЗа был создан планетарий имени дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова, единственный в России планетарий, находящийся в составе университета. Знаковым международным проектом стало создание научно-клинического центра прецизионной регенеративной медицины. Инженерное направление также получило новые площади, оснащенные всем необходимым оборудованием. Ремонтные работы и реконструкция коснулись также многих других структурных подразделений. По ряду предметных направлений КФУ занимает лидирующие позиции среди российских вузов. Все перечисленные положительным образом сказались на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене. Объективным выражением, чего стал значительный прогресс мировых институциональных и предметных рейтингов. Мы заметно продвинулись в рейтинге КУЭС. С 2015 года нам удалось улучшить свои позиции более чем на 200 пунктов. Мы сегодня находимся на 392-й срочке глобального рейтинга. В целом на сегодняшний день Казанский университет представлен в 8 предметных областях из 11 возможных, по ряду направлений удерживая лидерство среди российских вузов. Подробнее с итогами деятельности Казанского университета за последние 5 лет можно ознакомиться в докладе Ильшата Гафурова, опубликованном на сайте ректора КФУ. Также 15 ноября в императорском зале Казанского университета состоялось присвоение звания почетного доктора Казанского университета профессору Кристофу Шику. 5 июля текущего года ученый совет Казанского федерального университета принял решение о присвоении звания почетный доктор Казанского университета, профессору университета Ростока и нашему коллеге, ведущему научному сотруднику научно-исследовательской лаборатории сверхбыстрой калориметрии Химического института Казанского университета господину Шику, Кристофу, Эрику, Георгу. Знаки отличия к званию почетный доктор Казанского университета вручил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мероприятие продолжилось лекцией Кристофа Шика на тему сверхбыстрой калориметрии в Казанском федеральном университете. Когда человек, представитель другой страны, другой культуры считает, что он уже интегрирован и университет, где он работал в последние два года, считает своим собственным и представляет интересы России в международных конференциях, еще раз повторяюсь, это очень дорогого стоит. Валерия Мратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошло пленарное заседание международной научно-образовательной конференции «Садыковские чтения». Главной темой конференции стало «Общество 5.0». «Парадоксы цифрового будущего». Подробности смотрите в сюжете корреспондента Эльвиры Зориной. В Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета прошло пленарное заседание международной научно-образовательной конференции «Садыковские чтения. Общество 5.0. Парадокс цифрового будущего». Конференция «Садыковские чтения» всегда отличалась актуальностью постановки проблем. Она никогда не проходила мимо вещей, которые волнуют человека и общество. Цифровизация – вещь, которая сегодня преподносится как благо, как чуть ли не панацея всех бед человечества. И вот если посмотреть на цифровизацию с другой стороны, то мы увидим, что это не только великое благо, но и огромные риски, которые ставят под угрозу существования как общества, так и человека. В рамках конференции будут работать 7 секций, одни из них – «Цифровой рай» или «Привет от большого брата», «Трансформация знаний и образования в цифровом обществе», а также четвертая – «Промышленная революция и цифровой капитализм». Была затронута весьма и весьма актуальная тема, которая действительно волнует всех, поскольку цифровизация, цифровые технологии столь решительно, ежедневно и поступательно вторгается в нашу жизнь, что мы, живя уже в другой реальности, еще не понимаем и не даем должной оценки. Особенность седьмых садыковских чтений в том, что работа по секциям будет проходить в отреставрированной часовне. Это здание впервые за долгие годы стало функционировать под эгидой научно-образовательного центра «Теология». А со второго семестра там будут проходить занятия студентов кафедры религиоведения Института социально-философских наук ФУ. Эльвира Зорина, Ленар Довлетиаров, Универньюс. Студенты Елабужского института КФУ посетили две открытые лекции ведущих специалистов из Москвы и Ижевска, которые развернули темы, касающиеся правил и принципов деловой речи, а также поделились размышлениями о российском языковом образовании. Вся подробности смотрите далее. Для студентов Елабужского института КФУ провели лекции ведущие специалисты-филологи из Москвы и Ижевска. Занятия состоялись в рамках просветительских мероприятий под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации Центра современных образовательных технологий. Лекционный ряд включил в себя такие темы, как особенности современной деловой речи, где были разобраны модные элементы этикета делового письма, а также затронуты такие вопросы, как билингвизм, многоязычие и роль русского языка в контексте языковой картины мира. Я для себя очень много нового узнала именно о деловом общении. Я думаю, что всем присутствующим в зале это будет очень полезным опытом, потому что всем нам придется идти на практику, например, и момент общения с учителями, с начальством в школе, он, естественно, будет присутствовать. Мне очень понравилось, что преподаватель с большим юмором отнесся к своей теме и весьма сухую специфически, ну, такую, ну, довольно специальную тему преподнес так, что нам захотелось писать письма грамотно, интересно и общаться соответственно. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Выпускник Казанского федерального университета создал мобильное приложение «Площадка». О подробностях программы и для чего она нужна, расскажет корреспондент Дарья Митина. Казанцы разработали мобильное приложение «Площадка». Оно несет в себе функцию поиска мест или людей для занятия спортом. С его помощью можно найти более 60 спортивных центров и 300 дворовых площадок города Казань. Скачав его, можно заранее забронировать или оплатить аренду спортзалов в спортивных комплексах «Олимпиад», «Спектр», «Футбольное поле» на стадионе «Ракета». Ближайшие планы у нас привлечь еще максимально возможное количество спортообъектов в Казани, чтобы жители Казани, чтобы в том числе студенты КФУ получили более удобный доступ к спортивным объектам Казани. И вот в ближайшее время мы хотели бы привлечь спортивные комплексы КФУ, Уникс, Бустан, Москва и, возможно, еще какие-то. Программу запустил бывший студент КФУ совместно с Министерством спорта Республики Татарстан и Комитетом физической культуры Казани. Данное приложение можно скачать как на Android, так и на iOS. Разработчики нам обещают, что в скором времени будет возможность подключить бронирование места в Иннополисе. Дарья Митина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и оставайтесь всегда в курсе свежих событий. Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова